Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем. Совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы». Широкий выбор идей для нормальной жизни. Соблюдение прав человека является одной из самых актуальных тем и острых проблем, важность которой относится ко всем областям нашей жизни. Будь то политика, экономика, культура, общественная деятельность. Можем с уверенностью сказать, что гарантия обеспечения прав и свобод человека является залогом человеческого развития, стабильности и безопасности в мире. Вы смотрите очередной выпуск передачи «Альтернативы», в котором мы постараемся ответить на вопрос, как улучшить качество жизни в Молдове и приблизить уровень защиты прав и свобод наших граждан к европейским стандартам. Именно эту цель преследует новый цикл передач «Альтернативы». Тема сегодняшней передачи – «Омбудсмен. Народный адвокат по защите прав и свобод граждан». В ходе передачи мы постараемся ответить на следующие вопросы. Кто такой омбудсмен? Какова его роль в обществе? Об этом мы побеседуем с нашими гостями в студии. Светлана Миронова – начальник представительства Офиса народного адвоката города Камрад. Роман Тютин – депутат Народного собрания ГГУЗИ и член комиссии по правам человека в законодательном органе. Добро пожаловать к нам на передачу. Эта встреча пройдет в формате телемоста между Камрадом и Кишиневым. И я рада приветствовать участников, которые находятся сейчас в Кишиневской студии. Михаил Катарабай – народный адвокат Республики Молдова. И Олеся Перян – консультант Центра по правам человека. Здравствуйте, уважаемые участники. Прежде чем мы приступим к обсуждению темы передачи, я предлагаю посмотреть опрос, который провели на улицах Камрада журналисты телестудии АТВ. Итак, смотрим сюжет. Обращались ли вы по защите своих прав в Офис Народного адвоката в Камраде? Нет, не обращалась. Хотя нуждалась в таких информациях. Я бываю здесь часто, но насчет этого не знаю. Первый раз слышу. Я знаю о таком центре, но туда ни разу не обращалась. Сегодня уже второй день, как пользуюсь. Мне помогли вопросом. Я подготовил документы и сейчас пришел на повторную консультацию. Бог миловал, слава Богу, что не приходилось. И никому не пожелаю такого, чтобы приходилось обращаться в этот центр. Но очень хорошо, что он существует. И я рад, что у нас есть такой центр по правам человека. Вот сейчас идет разговор, что работающий пенсионер или пенсию будет получать, или зарплату. Вот мы можем действительно сходить и проконсультироваться в любом случае. А очень бы просто всех заинтересовал. Просят, почитайте монитор. Монитор мы не получаем, это надо идти. А так, пошли. Спасибо. Хорошо. Будем знать. Или машину нашу сбили. И какой толк. У него фальшевые права были. Фальшевая машина была. Все номера все фальшевые. И он остался прав, и наш остался виноват. Народный адвокат, который есть у нас в Камраде, создался. Я думаю, что он не будет таким, как наши судьи, а будет служить людям и будет справедливым. И наши люди получат хорошие консультации и хорошую защиту. Из запроса мы видим, что люди хотели бы больше и чаще пользоваться услугами омбудсмена. Но мало информированы о том, что есть у нас такой адвокат. И о том, где можно получить бесплатную консультацию. Госпожа Миронова, о существовании омбудсмена в Молдове знают единицы. По вашему мнению, почему? Во-первых, я скажу так, что в нашем учреждении произошли некоторые изменения, которые были согласованы в соответствии с принятием нового закона. Закон о народном адвокате. И тот вопрос, который стоял перед людьми, фактически спрашивали его о существовании их. О существовании омбудсмена, о существовании офиса народного адвоката. Мы так называемся практически совсем недавно. А другое наше название, Центр по правам человека, которое совсем недавно было отменено, это название больше на слуху, потому что информация идет, идет со всевозможных источников. То есть фактически люди должны привыкнуть к новому звучанию названия нашей организации, к тому, что их права и свободы защищает народный адвокат, не то, что было раньше, парламентский адвокат. Ну и, конечно же, фактически обращаются те, кому пришла необходимость. И тогда, используя всевозможные источники, люди доходят в том числе к нам в офис народного адвоката, в том числе правоохранительная структура. Слово омбудсмен действительно новое для нас. Вот расскажите коротко об истории возникновения должности омбудсмена. Ну, само слово омбудсмен в переводе с древней скандинавского, фактически это гражданское лицо или должностное лицо, которое призвано заниматься защитой прав человека во всевозможных отношениях. Ну и на сегодняшний день мы можем сказать, что Республика Молдова, я думаю, что Дома Катарабай чуть позже об этом скажет более расширенно, Республика Молдова в этом отношении может считаться даже прародиной данной должности. Почему? Потому что впервые эта должность была учреждена здесь, на территории Республики Молдова, в селе Варница, королем Швеции Карлом XII, когда стала такая необходимость, опять же. Поэтому данное само слово, понятие омбудсмен было введено в наше законодательство тоже в 2014 году, когда был принят закон номер 52, потому что сам закон, формулировку дает закон о народном адвокате, омбудсмене. А данная терминология применяется в европейском сообществе достаточно давно уже, и к этому понятию привыкли. А какова его роль в обществе? Сегодня омбудсмен занимается, основное, скажем так, его нагрузкой занимается тем, что защищает права и свободы на территории того государства, которое он представляет. То есть это не государственный механизм, если даже можно так за эти рамки выйти, не относится ни к одной ветве власти как таковой, ни к судебной, ни к исполнительной, потому что он контролирует... Абсолютно независимый орган. Абсолютно независимый. Наша основная задача – это мониторинг соблюдения прав и свободы человека. И в тех случаях, когда нарушаются права и свободы граждан, кондиционные права и свободы граждан прежде всего, мы уже можем принести некоторые рекомендации государственным властям для того, чтобы изменить ситуацию, для того, чтобы восстановить нарушенные права. О рекомендациях мы поговорим чуть позже. Я хочу спросить господина Тютина. Вы являетесь членом комиссии по правам, по юридическим вопросам, правам человека в Народном собрании ТУЦ. Скажите, с какими жалобами Вы сталкиваетесь или Ваша комиссия, и как Вы их рассматриваете? Ну, вообще круг жалоб очень большой. В отношении прав человека, это, конечно, основное – это нарушение права на труд, это трудовые споры. Также встречали вопросы и по правам ребёнка, тоже обращались. То есть обращаются? Обращаются, и мы направляем как раз в Центр по правам человека, и там эти вопросы уже решаются. То есть если они не в Вашей компетенции? Не в нашей компетенции, то мы направляем, соответственно, в этот Центр, который помогает людям в этом направлении. Светлана Анатольевна, как Вы помогаете этим людям? Вы знаете, самая большая проблема, на мой взгляд, которая сегодня есть, это прежде всего то, что наши граждане не знают о своих правах, об обязанностях, конечно же. И круг вопросов, с которыми обращаются к нам люди, это очень широкие вопросы. Конечно, больше всего сегодня стоит вопрос о нарушении социально-экономических прав. Самый большой аспект, с которыми сегодня обращаются люди, это право на социальные пособия, на пенсии, государственное социальное страхование, на жалобы на качество медицинского обслуживания. Естественно, что фундаментальное право на труд, люди жалуются, что их либо незаконно увольняют, либо они принимают на работу. То есть тут можно... Сколько жалоб в год Вы получаете? В отношении количества жалоб мы рассматриваем как устные жалобы, так и письменные. За прошлый год у нас было 691 обращение, то есть в этом количестве, в том числе и письменные жалобы, петиции, которые мы принимали. В прошлом году была 31 петиция, в принципе, в позапрошлом году это было больше намного, 75. Но в связи с тем, что происходила некоторая реорганизация, все-таки это некоторое влияние. Но и люди, мы заметили так, что не всегда согласны писать обращения, жалобы письменно. Почему? Потому что, к сожалению, есть некоторое неверие в деятельность государственных институтов вообще, и поэтому многие считают, что достаточно только устно пожаловаться, и дальше уже будут предприняты необходимые меры. Да, тогда, когда это возможно, действительно, но в некоторых случаях необходимы и письменные жалобы, для того, чтобы хотя бы начать инициировать проверку того, насколько действительно были нарушены права этого человека. Спасибо. Парламент Молдовы назначает двух независимых друг от друга народных адвокатов, один из которых специализируется по вопросам защиты прав и свобод ребенка. Но, насколько мне известно, до сих пор адвоката по защите прав ребенка нет. Почему? Кто защищает права детей? Этот вопрос я хочу адресовать гостям Кишиневской студии, но прежде мы хотим посмотреть репортаж наших коллег в студии «Албасат» из Неспарен. Смотрим сюжет. Сергею 14 лет. Он учится в теоретическом лицее Мирчелли, Аде, города Неспарень. В пятилетнем возрасте он остался на попечении бабушки и дедушки, пока мама мальчика трудится за границей, чтобы обеспечить будущее сына. Бабушка жалуется на поведение внука. Пожилая женщина говорит, что подросток не слушается ее и прогуливает уроки. Он уходит в школу, но откуда я знаю, куда он идет? Я спросила учителей, был ли он сегодня на занятиях, и они ответили, что да, был. Думаю, что он частенько шалит. На один урок идет, а другой пропускает. «Я в качестве классного руководителя старалась сблизиться с ним, чаще вызывать на разговор, пыталась расспросить его о проблемах. Упрашивала одноклассников уделять ему больше внимания, не оставлять одного, интересоваться его переживаниями. Каждый день нам приходится с ним бороться. Он постоянно прогуливает уроки, и мы вызываем в школу бабушку, а та твердит одно и то же. Я отправляю его в школу, уже не знаю, что и делать. И вот такой ответ мы слышим изо дня в день». Тот факт, что ему приходится расти без матери, очень повлиял на мальчика. Серджио признался, что ему не нравится учиться, и поэтому он часто прогуливает уроки. «Меня не тянет в школу. Я постоянно ругаюсь с учителями. Они всё время на меня кричат». Преподаватели теоретического лицея Мирча Элиади говорят, что миграция несёт в себе целый ряд рисков для несовершеннолетних. Это и прогулы уроков, и насилие, и социальная отчуждённость. В этом списке перечислены дети, родители которых находятся на заработках за рубежом. У них много пропусков, что негативно влияет на общую ситуацию в лицее. На мой взгляд, необходимо разработать закон, обязывающий родителей при отъезде за границу оставлять детей под официальную опеку попечителю. Согласно официальным данным, у каждого пятого ребёнка в Молдове один из родителей находится за границей, а у каждого десятого оба родителя трудятся за рубежом. Но в действительности их число намного больше. Печальнее всего то, что разъехавшиеся по миру в поисках заработков родители забывают о том, что они в ответе за то, как живут и растут их дети. Данные Министерства труда гласят, что 19 из 100 детей, чьи родители находятся за рубежом, подвергаются оскорблениям со стороны своих сверстников. 17% сталкиваются с подобными ситуациями в школе, а 6% – в обществе. В кругу приятелей 17% детей, растущих без родителей, подвергаются физическому насилию. В Республике Молдова свыше 150 тысяч несовершеннолетних разлучены с родителями, уехавшими на заработки в другие страны. По данным европейской статистики, феномен детей, разлучённых с родителями, достиг в Молдове одного из самых высоких показателей среди европейских стран после Румынии. Господин Катарабай, какие изменения произошли за последние годы в области Организации защиты прав человека в нашей стране? И кто защищает права детей? Госпожа Мирона уже начала и, в принципе, объяснила от начала всех этих изменений. Я хочу подчеркнуть всего лишь два момента только. Еще раз, бывший Центр по правам человека сейчас упразднен и создан Офис Народного Адвоката. Это в соответствии с новым законом, о котором Светлана упомянула. Это вызвано тем, что раньше были известны четыре парламентских адвоката, которые занимались вопросами специализированного характера. Часто или редко замечалась определенная несогласованность между действиями этих четырех парламентских адвокатов. Изменения, которые сейчас предусмотрены в законе о народном адвокате, конечно, они отражают не только структурные изменения, но, конечно, и функциональные, определенные вопросы и компетенции, компетентного характера. Например, права народного адвоката защищать права и основные свободы граждан вплоть до прямого обращения в Конституционный суд. Изменение состоит в том, что раньше парламентские адвокаты могли обратиться только по вопросам чисто касающихся прав и свобод граждан. Сейчас народный адвокат имеет право обратиться в Конституционный суд по поводу любого закона, по поводу любого постановления, регламента и так далее, принятого правительством. Это, конечно, усиливает позицию народного адвоката, но это не означает, что, как сейчас граждане обращаются, вот напишите, составьте в Конституционный суд обращений. Не по любому поводу народный адвокат будет обращаться только по основным, по главным вопросам, которые затрагивают публичные интересы, имеют резонанс и так далее, и так далее. Я сейчас хочу адресовать вопрос госпоже Перян. Какую роль играют неправительственные организации в содействии и утверждении прав и свобод граждан Молдовы? И какие мероприятия проводятся неправительственными организациями, касающимися защиты прав человека в Молдове? Ну, с моей точки зрения, конечно, НПО играет очень важную роль в мониторинге прав человека и в действиях, которые касаются рассмотрения проблем в том, что касается права человека, и помощи людей, которым эта помощь нужна, ассистенция в этой материи и так далее. Все зависит от специфики деятельности каждого МПО. И в республике у нас есть где-то 4 тысячи неправительственных организаций, которые работают в разных областях. В том, что касается права человека, есть несколько десятков сильных организаций, которые работают как прямо, напрямую с бенефициарами, так и они более сфокусированы на изменениях в политиках, в том, что касается права человека, изменения законов в этой области и так далее. Уважаемые участники, хотелось бы обсудить ситуацию с детьми и у нас в регионе. Госпожа Миронова, скажите, каким Вы видите решение данной проблемы, когда дети остаются на попечении бабушек или дедушек? Что может делать в этой ситуации народный адвокат? Ну, во-первых, конечно, с нашей стороны это прежде всего деятельность, как мы уже говорили, по мониторингу и защите прав человека, прав ребенка. Но обращаю внимание, что сегодня законодательно, нормативно создано достаточно большое количество нормативных актов, которые регулируют отношения в этой области и которые должны работать при предоставлении соответствующих механизмов. Начиная с того, что должны быть созданы не только обязанности по установлению опеки, а в принципе такие нормативные акты есть, и каждый гражданин, у которого есть несовершеннолетние дети, он обязан, уезжая, установить опеку и предъявить этот документ при пересечении границы. Другой вопрос, что не всегда ограниченные службы проверяют эти моменты, якобы нарушение права свободного пересечения границы. Дальше, посмотрите, Республика Молдова взяла курс 2007 года на реформирование системы учреждений интернатного типа, при этом фактически стимулируя создание и развитие сети патронатных воспитателей, детских домов семейного типа. К сожалению, в этом отношении те стимулы, которые пока предоставляет государство, они еще очень малы, в том смысле, что 500 лей пособия по уходу за ребенком, принятым в патронатную семью, конечно же, они на сегодняшний день не могут погасить все те потребности. На территории Гагаузии проблемы здесь очень большие, почему? Потому что во всей Гагаузии есть только одна патронатная семья и один детский дом семейного типа. Конечно же, невозможно всех детей в этой семье определить. А проблема есть, так, например, за последний месяц-два лично несколько раз уже обращалась в нашу полицию, в наши органы опеки попечительства с тем, что у нас много детей, особенно, допустим, соседнего города Бессарабка, попрошайничают. Даже с соседних районов, да? Попрошай, приезжают специально на автобусах и попрошайничают. Это может быть старший брат, это может быть бабушка даже, может быть числится бабушка, я не знаю. Буквально на прошлой неделе мы ребенка ловили в городе для того, чтобы найти его старшего брата. Конечно, и при всем том, что работаем в тесном сотрудничестве с нашей опекой и попечительством госпожей Еленой Петровной Ролян, могу сказать, что не всегда хватает у них полномочий для того, чтобы найти этого ребенка, для того, чтобы поместить его в социальные учреждения. Сразу хочу коснуться того, что без специального разрешения Министерства просвещения невозможно ребенка определить в интернат, при всем том, что нуждаемость в этом есть. Иногда необходимо в срочном порядке, вот нашли на улице, определить ребенка, куда определять, некуда. Поэтому голословно, голословно, скажем так, на сегодняшний день закрывать интернаты, но при всем том, что они, может быть, много минусов имеют, они имеют плюсы тогда, когда ребенок находится под защитой. Эти моменты мы выявили, мы сделали специальное исследование, сделали предложение Министерству, остается, скажем так, камень преткновения за Министерством, теперь за правительством. Господин Тютин, вы не согласились с мнением госпожи Миронова? Да, я не согласился сейчас. Ну, в принципе, соглашусь с тем, что в действительности сегодня государство дистанцировалось от этой проблемы и, разрушая что-то старое, надо сначала создать новое. Фактически такого нет, но вот у нас в городе, конечно, существует несколько центров. Это центр забота, который занимается конкретно вот такими детьми. Сегодня, если так смотреть правде в глаза, то сегодня в каждой семье один родитель отсутствует, и дети брошены на произвол судьбы. И в Гагалузии, и вообще на территории всей страны кто-то находится за границей и зарабатывает для того, чтобы кормить свои семьи. Сейчас очень серьезно в этом помогают нам христианские церкви. Они создают христианские школы, которые тоже ведут работу в этом направлении. Есть центр, тоже был, конечно, центр «Жемчужина». Финансируется гражданкой Германии Ольга Пензарь. Сколько там детей? На сегодняшний момент в центре забота около 40 детей. В этой христианской школе там уже сотни до этого доходят. Это центры временного пребывания. Это центр временного пребывания. В случае, если вот такие ситуации появляются в городе Уконешт, там есть возможность содержания круглосуточного детей, их трехразовое питание, они в тепле. До определения в интернат они находятся в этих учреждениях. Но не государственные. Но, к сожалению, не государственные. Нет, центр «Забота» финансируется с государственного бюджета, а христианская школа пользуется помощью наших партнеров. Спасибо. Госпожа Миронова, вот в репортаже «Жизньиспорен» мы видели ситуацию, что в ситуации Сергея дети не хотят ходить в школу. Что может сделать в этом случае народный адвокат? Здесь, конечно же, будут, прежде всего, посреднические мероприятия, которые, то есть, прежде всего, это привлечение, активное привлечение местных органов власти, потому что в сегодняшний день в соответствии с законом особой защиты детей, находящихся в ситуации риска, примар, то есть, примарии органов опеки и попечительства, которые должны быть созданы фактически в каждом населенном пункте, в каждом районе, именно они должны посодействовать, прежде всего, в этой ситуации и попытаться решить проблему теми методами, которые возможны с точки зрения их полномочий, их компетенции. Конечно же, нужно, прежде всего, выявить, в чем причина, почему он не хочет ходить в школу, потому что здесь могут быть и материальные, и психологические, и, естественно, тоже насилие. Родителей дома нет, родителей нет заработка. Вы понимаете, родителей дома нет, это одно. А что этот ребенок испытывает в школе? Бабку не слушаешь. Что по отношению к его одноклассникам? Что конкретно из-за чего было сказано, что учителя так себя ведут? Конечно, это все нужно минимум проверить и найти эту причину, и потом уже, руководствуясь данной причиной, думать о возможных будущих действиях. Но, естественно, что ребенка ни в коем случае нельзя оставлять в такой рисковой ситуации, потому что это... Без внимания. Да, потому что это в будущем может привести к очень негативным последствиям. Каким, к примеру? Но работать нужно сообща. Ой, давайте скажем так, что, к сожалению, Республика Молдова стоит на одном из первых мест по количеству детских суицидов. Тут нужно признать это. Это и детская подростковая преступность, это и всевозможные другие. Но и самое главное, наверное, это больше личностного плана. А что этот ребенок в будущем даст своим детям? То есть у него сейчас образцов семейного поведения просто не складывается, не формируется. То есть он не сможет, вполне возможно, дай бог, чтобы вся ситуация изменилась, стать хорошим отцом, хорошим синим генином, потому что он не знает, как это. Вот исходя из этого, нужно будет действовать. Спасибо. Сейчас я предлагаю всем нам вместе посмотреть опрос, проведенный нашими коллегами телестудии Друки ТВ и узнать мнение жителей о том, с какими нарушениями прав и свобод они сталкиваются, и как они их решают. Как Вы считаете, в нашем городе часто нарушают права человека? Ты, наверное, очень часто, наверное, очень, сплошь и рядом. Наверное, не пройдешь такого, чтобы не было таких вещей. Да вот, ну, сегодня немножко потаяло, не так скользко. А вчера выходишь и хоть коньки одевай, но коньки не оденешь, потому что бугры. В случае нарушения прав человека куда надо обратиться, Вы знаете? Нет. Не знаете, куда обращаться? Нарушение этого по работе, так есть, у нас протекция мучий. Вообще адвокат, адвокатская контора, а если уже прям такие глобальные решают проблему, как суд по правам человека? В примарии здесь надо обращаться. А куда пойдешь дальше? До примаря? Есть службы защиты прав человека в Тишиневе, в Дроке, не знаю, есть такая служба или нет. Как Вы думаете, было бы хорошо, если бы был центр адвокатов, вот бесплатных, куда можно было пойти и узнать законы, все наши права, обязанности? Конечно, здесь платные, а было бы так, как бесплатно, можно, конечно, идти бы. Есть разные вопросы решать, и не позволяешь себе, и деньги не хватает. 50 лет только за консультацию. Был бы такой центр, было бы, да, было бы хорошо. Бесплатные консультации, да. А платы, сейчас, смотрите, куда ни повернись, киньками не попадешь в адвокатуру. Идешь, кстати, в суд заходишь, идите к адвокату, что-то спросишь, идите к адвокату, никто справок не даст. Идите к адвокату, потому что адвокаты бедные без работы. Не, ну, конечно, такой центр даже необходим, тем более в наше время это сложное время. Это когда у людей недостачи, когда они получают такие зарплаты, которые требуются по прожиточному минимуму. Конечно, такой центр даже необходим. Спасибо. Сразу хочу адресовать вопрос господину Катарабай. Почему так мало представительств офисов народного адвоката в регионах? Люди нуждаются в них и хотели бы по многим вопросам консультироваться. И почему только два омбудсмена в республике, когда раньше их было четыре? В связи с чем вызвано такое решение? И кто защищает права ребенка? Вы мне так и не ответили, господин Катарабай. Ответьте, пожалуйста. Да, конечно, я остался должником по поводу права ребенка, права детей. Но хочу поправить, исправить положение. И даже по первой части вашего вопроса я хотел бы ответить тем, что это не народный адвокат, не омбудсмен республики решает эти вопросы. Эти вопросы решаются органами власти, которые составляют, соответственно, структуру офиса или центра и так далее. Это было политическое решение изменить структуру омбудсманства. Вместо четырех парламентских адвокатов существует два народных адвоката. Один, который руководит его офисом. И второй, как вы подчеркнули, по правам ребенка, по правам детей. В настоящее время, опять-таки, парламент не справился с задачей, не избрал, не назначил, вернее, пока моего коллеги по правам ребенка. Но это не означает, что офис не выполняет свои функции в этой области. У нас есть специальные подразделения, которые занимаются исключительно вопросами детей. И все обращения, все петиции, все случаи, которые мы сами находим и считаем, что нарушаются права детей, реагируем из нашего офиса. Я надеюсь, что в будущем, в скорейшем будущем, будет все-таки назначен адвокат по правам детей. Что же касается структуры, мы имеем четыре представительства. Имеем в Камрате, имеем в Бельцах, имеем в Кагуле и имеем в Варнице в соответствующем регионе. И по структуре, которую нам определили по органеграмме, по новому составу, предусмотрено только таких функций, должностей. Но я должен вам сказать, что по Камрату у нас будет еще и есть сейчас одна вакансия. Как у меня появится возможность ангажировать людей, в Камрате будет еще один консультант по правам человека и свободам. И то же самое будет усилено и представительство в Бельцах, и представительство в Варнице. Что же касается объема работы, то я вам должен сказать, что деятельность и в принципе специфика всего отличаются от регионального. Вот госпожа Светлана там упомянула одни категории обращений граждан. У нас по обобщению, по республике в целом совсем другая картина. Люди чаще всего обращаются по вопросам доступа к правосудию, по справедливым решениям и заключениям, которые принимаются судами. На втором месте это обращение, которое я получаю из мест заключения, из тюрем, где заключенные обращаются чаще всего по поводу условий содержания в заключении, по поводу тоже нарушения их прав, по поводу применения пыток и так далее, и так далее. И я же на третьем месте социально-экономические вопросы, то, что госпожа Миронова подчеркнула и по республике. Это пенсии, это социальные и другие вопросы, которые нуждаются, люди нуждаются в защите. Я хотел подчеркнуть здесь не менее важный вопрос, это вопрос соблюдения прав на жизнь, права на здоровье. Известные случаи, в которых народный адвокат сейчас отреагировал по поводу осуждения матери пятерых детей в Страшенах, по поводу случаев в семье Баштовой и так далее. И не менее важный сектор народного адвоката – это защита прав людей с ограниченными возможностями. Эти люди нуждаются в особой защите по всем параметрам. И в этом аспекте народный адвокат также занимается этими вопросами, исключительно исходя из нужд вот этих людей. Вопрос госпожи Перьян. Какие мероприятия проводятся Центром по правам человека по информированию граждан о нарушениях их прав? В тех районах, где нет представительств офисов народных адвокатов, могут ли неправительственные организации заменить отсутствие омбудсмена? Ну, маленькая корректировка. Я представляю здесь Центр по информированию по правам человека. Это не государственная организация. Конечно, у нас в нашем центре, в нашем МПО есть несколько проектов, которые фокусируются на распространении информации по поводу прав человека и по мониторингу соблюдения прав человека во всей республике. В то же время у нас есть все наши действия, которые мы выполняем, мы стараемся выполнить, имея в виду тот факт, что мы обязаны включить во все наши процессы представителей тех групп, которые могут стать жертвами несоблюдения прав человека. И в этом смысле мы развиваем деятельность, включая вот этих людей во все наши проекты. Ну, конечно, НПО играет очень важную роль в том, что касается информирования людей в сфере прав человека, потому что это и есть одна из главных ролей МПО. Они должны давать людям информацию по поводу стандартов в этой сфере. И не только защищать людей после того, как их права были нарушены, но и информировать их о том, как можно свои права защищать перед тем, как нарушение имело место быть. Сегодня самая распространенная проблема в сфере защиты прав человека – это сокрытие самим человеком фактов нарушения его прав. Об этом неоднократно в своих выступлениях высказывался уполномоченный по правам человека Приднестровья Василий Калько. Я предлагаю вашему вниманию репортаж наших коллег телестудий «Днестр ТВ». А потом продолжим дискуссию. Ежегодно к омбудсмену поступают более тысячи обращений. В адрес аппарата уполномоченного обращаются как приднестровцы, так и иностранные граждане, либо лица без гражданства. За каждым из них – нарушение прав конкретного человека. Иногда проблему удается решить только после вмешательства омбудсмена. Есть форма подачи заявления в письменном виде, есть форма устного общения, когда люди приходят на личный прием, есть форма общения через интернет посредством электронной переписки. Число обращений из года в год остается примерно равным. По словам уполномоченного, чаще всего жалобы поступают на ущемление социальных и экономических прав. Жалуются на незаконное увольнение и невозможность трудоустройства, на размеры пенсии. Количество обращений за последних лет семь неуклонно сокращается. Ну нет, конечно, разового там сокращения, скажем, в прошлом году было 1200, теперь 1030. Ежегодно Верховный совет Приднестровья заслушивает отчет о деятельности аппарата уполномоченного по правам человека. В ходе диалога с парламентариями защитник гражданских прав не раз отмечал, что его полномочия достаточно ограничены. Уполномоченный не принимает вообще ни в какой области обязательные к исполнению решений. Он вынужден обращаться к кому-то. А обращаясь к кому-то, он выступает в роли такого же истца или ответчика. Как следовало, из последнего выступления омбудсмена есть и положительные сдвиги. Среди таковых он назвал сокращение сроков рассмотрения как уголовных, так и гражданских дел в судах, а также сокращение в три раза числа жалоб на применение недозволенных методов предознаний и следствия. Следует отметить то, что вообще проблема нарушения прав человека, она имеется в любой стране на этой планете. В 137 государствах на планете Земля существует институт уполномоченного по правам человека. Институт уполномоченного по правам человека в Приднестровье уже 10-й год способствует соблюдению основных прав и свобод человека. Работа ведется в тесном контакте с властями на всех уровнях. В репортаже наших коллег прозвучала цифра о том, что в Приднестровье число жалоб ежегодно стабильное. Госпожа Миронова, значит ли это, что люди просто боятся говорить о своих нарушенных правах, поскольку если омбудсмен не сможет помочь, то у них могут появиться больше проблемы? Ну давайте скажем, во-первых, количество жалоб действительно не показывает общую картину. В том смысле, что есть граждане, правонарушения в отношении которых может быть скрыты, латентны, а есть граждане, которые неинформированы, которые не знают, куда обращаться в случае нарушения их прав. Это во-первых. Во-вторых, учреждение мобудсмена не является единственным учреждением в области защиты прав человека. Почему? Потому что здесь все правоохранительные органы, в том числе судебные органы, в том числе полиция, призванные, в том числе все государственные служащие, давайте этот момент учтем, призванные защищать права человека. Следующий момент, который мне хотелось бы немножечко оспорить, дело в том, что в соответствии с парижскими принципами работы омбудсмена установлено, что действительно мы призваны давать рекомендации государственным органам для восстановления нарушенных прав. И у нас нет функции, скажем так, молотка штрафовать, мы не имеем права, вообще санкции как таковых мы не имеем права назначать. В случае нереагирования на наши рекомендации, естественно, что у нас есть законодательно определенное право обратиться и привлечь к ответственности уже административной ответственности, статья 320 Кодекса правонарушения предусматривает это. Есть такие примеры, что они не реагировали? Скажем так, у нас на сегодняшний день, я хочу сказать, что с властями Гагаузии сложились достаточно хорошие взаимоотношения, партнерские, и нет такого, чтобы не отвечали на наши запросы, на наши рекомендации. Худо-бедно, где-то в каких-то областях, может быть, время необходимо, но тем не менее наши рекомендации выполняются. И в отношении установки пандусов была затронута проблема, и в отношении того, чтобы начать, допустим, работу архивов, в отношении предоставления пенсии, труд и все остальное. В принципе, работа ведется. Поэтому неоднократно привожу такое сравнение, что омбудсмен на сегодняшний день – это сторожевая собака, которая лает, говорит о том, что есть проблема, а хороший хозяин в лице правительства эту проблему устранит. Но лает тоже надо, иначе… Может, в вашей комиссии… По практике они могут доверить свою судьбу только Бенджамину Франклину, который нарезал на 100-долларовой купюре, да? Поэтому сегодня все… Если серьезно. Если серьезно. Это именно серьезно. Это и подкупность судей, и подкупность правоохранительных органов, начиная от полиции, заканчивая прокуратурой. Вот так оно и есть. Это реальная ситуация. И, к сожалению, омбудсмены у нас являются, как уже обозначили, собаками, которые лают. Вы знаете, недавно в Гагаузии был принят закон, запрещающий гей-пропаганду. И вот как раз и омбудсмены этот закон обжаловали через госканцелярию о том, что… Там было другое обстоятельство. Только трудовые права. Нет. Ну, не только трудовые права. По этот закон фактически был полностью… То есть вы тесно сотрудничаете с депутатами собрания, да? Да, да. В этом отношении они с нами тесно посотрудничали. И как раз в этой части был закон отменен. Поэтому мое мнение, что нужно менять систему. Каким образом? Каким образом это подключать общественные организации к этим вопросам. Потому что фактически вы откуда финансируете? Из бюджета, из государственного бюджета. И, соответственно, вы зависите от тех чиновников, которые находятся в этих креслах. Поэтому побольше нужно привлекать неправительственные организации, которые в действительности не зависят от финансирования государства. Но финансируются это практически. Ну, о полномочиях сейчас мы поговорим. Сейчас я хочу представить еще один сюжет. Недавно мне довелось ознакомиться с практикой народного адвоката в Эстонии. Сейчас я хочу представить вашему вниманию репортаж о работе канцлера в Эстонии. Смотрим сюжет. Функции омбудсмена в Эстонии выполняет канцлер юстиции. Он же выполняет и обязанности омбудсмена по защите прав ребенка. Канцлер юстиции следит за тем, чтобы чиновники, выполняющие публичные задачи, не нарушали вытекающие из Конституции права и свободы человека, законы и другие правотворческие акты. Проблема даже может быть не в том, как учреждение себя повело, оно может повести себя именно так, как закон приписал. А если мы видим, что проблема на самом деле в законе, то мы можем сразу обратиться и заниматься этим вопросом с разных аспектов, с разных сторон. Обратиться канцлер может в парламент для того, чтобы закон привели в соответствие. Его рекомендации парламентарии обязательно возьмут во внимание. В аппарате канцлера юстиции работают 10 советников с высшим юридическим образованием. Мандат советника дает право входа в любое учреждение, где предположительно могли нарушиться права человека. Советник сам решает, какое учреждение посетить. Руководитель по связям с общественностью Яник Луц отметил, что граждане Эстонии с большим доверием относятся к омбудсмену. Канцлер юстиции очень активно участвует в общественной жизни, в конференциях и в обшуждении разных вопросов. И последние данные, по-моему, 65-66 процентов от населения доверяют канцлеру юстиции. Граждане Эстонии действительно информированы о работе канцлера. В этом мы убедились сами в ходе небольшого опроса, проведенного на улицах Таллина. Чувствуете ли вы ущемление своих прав? Если да, то кто их защищает? Законы защищают. Нет, обычные жизненные вопросы всегда бывают. У меня была причина обращаться к этому канцлеру. Ни один не мог мне помогать. Не так часто, скажем так. Может быть, только на работе. Омбудсмена в Эстонии – это специальная должность. Она что-то между населением и правительством. Канцлер юстиции в Эстонии назначается парламентом страны по предложению президента сроком на 7 лет. Раз в год канцлер представляет парламенту отчет о своей деятельности. Об эффективности данного института свидетельствует то, что более 90% рекомендаций канцлера юстиции выполняются. В случае невыполнения канцлер обращается к министру юстиции. И, если и это не помогло, парламент страны. Точка зрения канцлера юстиции является окончательной и не подлежит обжалованию в суде. Уважаемые участники передачи, мы приближаемся к завершению нашей программы. Я бы хотела попросить вас коротко подвести итог сегодняшней встречи и дать какие-либо рекомендации о том, как улучшить качество жизни и защиты прав и свобод граждан в Республике Молдова. Господин Катарабаев, можно ли назвать должность омбудсмена Молдовы фигурой номер один в области защиты прав и свобод человека, полномочия которого опасаются институты власти, и тогда, когда нарушают эти права и свободы? То есть чувствует ли себя народный адвокат Республики Молдова независимым? Или все-таки существует давление со стороны властей? Вопрос, конечно, интересный. Я не знаю, это фигура номер один или должностное лицо номер один, но то, что офис народного адвоката, народный адвокат и народный адвокат по защите прав детей являются автономными, независимыми институциями, учреждениями по защите прав человека в Республике Молдова, это факт. Поэтому, конечно, люди должны знать о существовании вот этого института. Это не институт власти, не институт исполнительности и так далее. Это действительно по защите прав и свобод граждан. Но для того, чтобы было всем это известно, конечно, одна из главных еще задач Офиса народного адвоката это продвижение прав человека, это пропаганда, если вы хотите, способов и форм защиты вот этих прав и свобод граждан. И здесь, конечно, люди должны не только знать свои права, но они должны знать и к кому обращаться. Вот народный адвокат или институция народного адвоката, это как раз не институты адвокатов, которые упоминали сегодня вот опрашиваемые в процессе передачи. И народный адвокат – это тот, который защищает других. Прямой перевод с древнескандинавского, как госпожа Мирона говорил, это означает тот, который за других, тот, который защищает других. Поэтому в данном случае я, конечно, хотел бы порекомендовать гражданам Республики Молдова не пройти мимо деятельности народного адвоката. И народный адвокат провозгласил свою открытость на первой же пресс-конференции. Я назначен недавно, всего лишь полгода. Но вместе с тем мы открыты, и главные источники нашей информации – это жалобы как раз и обращения граждан в офис народного адвоката. За деятельность бывших моих коллег и прошлых, и вот за полгода, которые я назначен, количество и процент принятых обращений увеличивается. Если раньше было порядка 20%, мы сейчас принимаем к рассмотрению за 2015 год около 33%. Это означает, что мы изучаем детально каждое обращение, каждое жалоба граждан, если там нарушаются права человека. И я хотел бы еще подчеркнуть, что если люди решили обратиться к народному адвокату, то это не означает, что они будут решать свои вопросы. Народный адвокат не принимает никакие решения, он не является ни судьей, ни прокурором и так далее. Он устанавливает факт нарушения права и свободы человека, и реагирует перед теми органами или должностными лицами, которые нарушили эти права, с тем, с рекомендациями, чтобы их устранить. И, конечно, состояние дел в области охраны, защиты прав и свобод человека в Республике Молдова будет, соответственно, в годовом докладе, в рапорте Офиса народного адвоката, который мы сейчас готовим, и будет представлен в парламент, но не по защите прав, а по ситуации о защите прав в Республике Молдова. И вопрос госпожи Пирян. В репортаже из Эстонии мы видели, что омбудсмен в европейских странах имеет большие возможности и большие полномочия. Как Вы считаете, насколько реально сотрудничество неправительственных организаций с омбудсменами, и как эти организации перенимают опыт европейских стран, и насколько это важно для наших граждан? Ну, конечно же, Офис омбудсмена и неправительственные организации, они стоят на той же стороне баррикад. То есть Офис омбудсмена, это как бы сторожевая собака в обществе, и так же называют и НПО. Конечно же, этот новый закон об омбудсмене, он дает немного больше полномочий народному адвокату. В зависимости от национального законодательства в разных странах Европы и в мире омбудсмены имеют более или менее широкие должности, обязательства, права и должности. Но наш парламент решил вот так, что омбудсмен в нашей стране имеет такие должности. Если можно сделать эти уполномочия шире, да, можно. Можно, чтобы омбудсмен имел возможность контролировать деятельность некоторых органов, или какие-то надзирательные должности. Ну, нет, как бы, законодательства, которое могло бы расширить эти обязанности и должности. Ну, можно изменить закон в любой момент. Давайте подведем уже итоги у нас в студии. Господин Тютин, скажите, что Вы можете порекомендовать, чтобы отношения между нашими гражданами и чиновниками были более прозрачными, более уважительными и конфликтные споры, или вопросы решались более цивилизованно, как это делается в демократических странах развитых? Ну, споры везде существуют. Конфликты тоже. Да, и конфликты тоже. Понятие демократия тоже растяжимое. Мы видим это на уровне Сирии, Ирака и так далее. Скажу по правде, сейчас ситуация... Мы ориентируемся на хорошие примеры. Ну, это, кстати, те, которые навязывают нам вот эту демократию и вот эти вот права человека, и сегодня их же сами и нарушают. То есть есть система двойных стандартов. В отношении того, скажу, что ситуация координарно меняется, меняется, мы видим, что у нас растет гражданское общество. И я лично участвую в одном из проектов, одной из МПО, это психосоциальный центр вулканечных, который занимается насилием в семье. И скажу по правде, что местные власти оказывают очень серьезную поддержку. Очень часто обращается правоохранительный орган для того, чтобы наши специалисты создали психологические портреты агрессора и так далее. Надо менять, надо менять ситуацию кардинально. И я думаю, что для этого нужна политическая воля. Политическая воля, подготовленное нормальное законодательство. И, конечно, основная проблема нашей страны – это коррупция. Все проблемы в этом отношении у нас и в отношениях с гражданами – это коррупция. Каждый чиновник пытается нажиться на тех или иных своих решениях. Поэтому, к сожалению, такая ситуация и есть. Спасибо. Госпожа Миронова, в ходе обсуждения мы затрагивали различные аспекты прав и свобод человека. Как Вы считаете, есть ли шанс у наших граждан улучшить качество жизни в нашей стране и иметь надежду на непосредственную защиту своих прав со стороны властей? Как это принято в европейских странах, скажем? Я начну с интересной фразы, которая была высказана Яном Фельманом, представителем Совета по нецкриминации. Он сказал, что не спите на своих правах. Фактически на сегодняшний день прежде всего от самих граждан зависит их защита. Начиная с того, что информирование фактически через вот такие источники, заканчивая их активными действиями для того, чтобы пробить эту стену непонимания, для того, чтобы добиваться восстановления своих прав. А для этого механизма есть, осталось только ими воспользоваться. Поэтому я думаю, что у наших людей все получится. Действительно, гражданское общество растет, растет сознание того, что если не я, то кто. Поэтому необходимо здесь взаимосогласованно решать эти проблемы. Получится ли у нас приблизить наши законы к европейским стандартам? Закон у нас хороший, у нас остались только механизмы создать для того, чтобы обеспечить деятельность. Спасибо. Просто ориентироваться на европейские и международные стандарты недостаточно. Эти стандарты необходимо притворять в жизни, как на региональном, так и на национальном уровне. И делать это необходимо методично, ежедневно, ежечасно, постоянно усовершенствуя свою практику и перенимая лучший из опыта демократических стран. Я благодарю участников, гостей в нашей студии, кишиневских экспертов, которые были с нами на прямой связи. Напомню, что сегодня мы обсуждали тему омбудсмен, народный адвокат по защите прав и свобод человека. До новых встреч в передаче «Альтернативы». Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем. Совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы». Широкий выбор идей для нормальной жизни.